Очередная рабочая неделя у руководителей отделов администрации Кашхабрского района глав сельских поселений началась с еженедельной планерки, которую провел глава администрации Заур Хамирзов. В ходе планерки подведены итоги. Прошлой недели намечен план работы на ближайшие дни. В центре внимания оказались вопросы вакцинации населения против коронавирусной инфекции, отбор кандидатов для заключения контракта по пребыванию в резерве, эффективность деятельности органов местного самоуправления и многие другие. По первому вопросу повестки дня о санитарно-эпидемиологической обстановке в Кашхабрском районе по состоянию на 6 сентября доложил начальник отдела по делам ГОИЧС Николай Зверев. Всего с начала пандемии на территории района заболело 2171 человек. Из них 2071 человек выздоровел. На сегодняшнюю дату больные 71 человек, в том числе на амбулаторном лечении находится 52 человека и на стационарном лечении находится 19 человек. За выходные, вот эти выходные прошедшие, количество заболевших увеличилось на 12 человек. Далее информацию о ходе прививочной кампании представил управляющий делами администрации заместитель главы района Рустам Хасанов. Следующий вопрос, который обсуждался на совещании, это отбор кандидатов для заключения контракта по пребыванию в резерве. Согласно заданию военному комиссариатуру Кашхабрского района, было выделено задание на отбор кандидатов в мобилизационный и людской ресурс. 301 человек, из них 7 человек офицеров. Для Кашхабрского района это задание 152 человека и 1 офицер. Общая численность мобилизационных ресурсов у нас в районе составляет 2270 человек. Из них офицеров 18 человек. Поэтому солдатам-сержант цифра соответственно с 220 человек увеличилась за минусом офицеров. Временно исполняющий обязанности военного комиссара сообщил, что граждане могут заключить контракт с Министерством обороны на пребывание в мобилизационном людском резерве. При этом у них остается возможность совмещать военную подготовку с основной гражданской работой. В период занятий и сборов государство компенсирует работодателям размер среднего заработка резервиста. Также было отмечено, что добровольцам положены выплаты согласно условиям контракта. В продолжении совещания выступили заместители главы района с вопросами по своим курируемым направлениям. В завершение всем присутствующим были даны поручения и установлены сроки их исполнения.